я вас специального фотографии сейчас поймете мы сейчас начинаем собирать команду команду способна руководить тиреевской академии сегодня это только мечты а завтра этот вопрос все равно станет ребром понимаете почему сейчас объясню почему и так кандидат перед вами когда-то тебя звездка академия для меня ассоциировалась как там профессора академики я перестал верить после того когда меня прогнали с этой международной конференции пригласили за мой счет и отключили микрофон причем отключали пять раз там где-то кнопка под столом ну чтобы не дать высказываться все же проблемы приехал уехал никто так и не узнал и вот тогда я не тоже начал цепляться я у меня брат познакомился с этой самой там где командует теперь выпустил себе а это оказался значит канал или сайт а там миллион подписчиков они того на тот момент учили ху прямом смысле калечь убивать деревья вы знаете был скандал несколько фильмов я снял догонку выглядели они конечно бледно вот я уже думал действительно ну где-то даже притихли но дело в том что думаю а как же так я залез на эту посмотрел первое что бросилось в глаза моя фотография они под видом эта фотография у них есть саженцы саженцы херовые сразу говорю фильмы я снимал они сами напрашиваются понимаете сами вот зачем была вот здесь была биография успех абрикос успех создан дальше две фамилии длинная его характеристики все 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 целая биография ну то есть выстрел из пальца когда я возмутился они вроде бы не смотрят а фотографии не убрали а зато это самое мне все таки придется отключиться сейчас что ты будешь делать там не проще сейчас выслать деньги потому что это опять та же самая проблема дайте потеряем две минуты я не буду ничего я не буду оправдываться грешим не вебинар идет ой заметили заказываю сейчас просто отправлю деньги все это берута займёт это займёт винута Судьба у меня такая. Все, продолжаем. И так получается, что самый везливый из нашей команды, у меня большая команда, настоящий редактор моих книг, Троценко взял, а там была просьба, связывайтесь с нами, связывайтесь, мы сейчас все объясним. Он и спросил у человека, который прислался бригадиром, ой, агроном, после этого уволили его, нет, не знаю, потому что я же этот случай разводил, вот, почему ваши фотографии из интернета, почему фотографии железова, ответ был такой, а, у вас, значит, нет абрикосового сада, ответ был такой, сад есть, но не плодоносит, фотографии делать не смогли. Вот, теперь логика продавать саженцы, сад абрикосовый есть, не плодоносит, а что ж тогда люди покупают, и где они хотя бы кусочки берут, ну, для выращивания, у меня-то он мне сказал, что у меня сейчас 100 тысяч, вот, а садик-то маленький. Так вот, слушаем дальше. И так у меня зуб позалился после моей поездки в Москву, где меня, это, заткнули. Так, и вот еще я сейчас покажу, это учеба. А потом мы, фактически мы начинаем захватывая язык. Внимание, я сейчас делаю крупный план. Почему? Смотрите. Ладно, начну с того, что уже говорил. Три мужика, здоровых парня, делают одну работу, то есть, примерно трехметровый саженец, ему примерно 3-4 года, пытаются воткнуть 5-литровый горшок. А теперь представьте себе. Первое. Вот видите на заднем плане горшки? Вот там такие же. Видите, да? Они поступают в продажу. Так? Человек купит. Причем они доставляют, там такие. Что вот доставляют? Ну, правда, бывает такое, да? И вот они доставили, человек подошел и должен с комом посадить. Ведь саженец небольшой, нет, небольшой, огромный. И тогда получается, вот так сказать, земля остается... Ну, вы же видите. Его же доращивать не будут. Куда растить-то? Куда? Он и так 3-4 метра. Куда растить? Значит, сразу на продажу, а потом выдернул и голые корни. Мало того, для этого, если вы видите трехметровый саженец, у него корни должны были, я железу говорю, корни должны были уходить на 2 метра внутрь и 2 метра вширь. Вы видите эти обрубки там? И опять смерть, и опять смерть, и опять смерть. Вы думаете, это все? Чему-то детей научили? Халтурщиков научили? Ведь они же позируют, как будто это все нормально. Как им должны были объяснить? Или выращивать в горстках, или выбрасывать к чертовой матери. Ведь теперь по железу надо сделать не просто обрезку. Вот где у него, у среднего парня, левая рука, чтобы вот это выкормить, вот здесь должно быть отпилено. А где нижеветки? А давайте теперь посмотрим на самый ближний. Не вот этот, который в горшке, а вот этот перед глазами маячат. Видели? А вы знаете, что ему специально, вот они, раны, глубокие раны, ему специально, внимание, ему специально отрезали раз, два, три, четыре, с десяток веток. Специально искалечились, ради чего? Ну куда выше-то? Если бы они хотя бы не отрезали бы их, он бы рос вширь. Ну тогда его продать трудно, вы уже поняли, да? Чтобы сделать садин транспортабельным, его надо искалечить. Но ведь это сайт Тимиревской академии. Чему научили детей? А люди не понимают, они смотрят, какие ребята умные, а как они теперь будут выращивать сады, продать. Хрен они, что будут. Они не знают элементарщины. И скале, вот эту калеку на переднем плане. Халтуру, что ли, в пятилитровый горшок сосовать остатки корней обрубки. Ну, смотрите дальше. Ещё одна тема, она имеет прямое отношение и к теме языке, и ко всей науке. Итак, в своё время появилось направление под названием «Колновидная яблони». Да, Елена Александровна? Кто ещё не знает? Вот она знает. Вот. Итак, была совершена, я коротко и быстро дальше. Была совершена страшнейшая принципиальная ошибка, которая привела к тому, что миллионы посажены, никаких садов нет, несколько десятков фотографий, присутствуют на сотнях, подчерканите же, на сотнях сайтов, каналов, и везде призывают покупать это, мол, мы продаём. На самом деле в России нет ни хера. Кроме, там есть Качалкин, раньше был этот, эти, этот самый, Кирилл, старею, старею, тоже выдающийся садовод. Но они выдающиеся, но повторить мы их не сможем. Итак, все миллионы загубленных в Сибири, в Средней России, колновидных яблони, были выращены на клоновых подвоях. Клоновый подвой, это палка, воткнутая в землю, и обрастая корнями. Поэтому специально сделано, чтобы он не мог вырасти его. Выше той же Елены Александровны. Вот. Обязательно ему сейчас снизу штамп приделают. Обязательно, то есть еще полметра, как минимум, искалечат. И потом все это поступает на рынок, и все это прогибает. Вот. Все было гораздо проще. Я начал с четырех классических, на клоновых подвоях. Умерли, сдохли, а тут же успел перенести пару веточек с них на подвои корневой отводки. А корневой отводки, ребята, это тоже клоновая подвоя. То есть я не могу вам все показать. Это никаких вебинар не выдержит по времени. Кольневые отводки тоже клоновые подвои. Но настоящие, натуральные. Это часть дерева. И тогда получается что? Получается нормальный саженец, морозостойкий. Так. Выше. У меня рекорды мои 6 метров в высоту. Мировой рекорд. А это самое, по урожайности. Мировой рекорд мелочится. И по морозной кости выдержал все. все Сорградцы и Морозы. Тоже мировой рекорд. Вот три мировых рекорда. Видите? Так вот. Для этого что нужно? Елена Садна. Это один из этих самых перспективных в России ученых. Потому что они и сейчас не знают. Вот спроси их. Ну, колонны, колонны. Должны давать там ведро. Садить можно. Он тебе запросто процитирует. И что это клоны. И что можно садить, между рядами метр. А между рядами 40 сантиметров. То есть густотой помидор. И когда они выросли первые, у них есть фотография. Вот. А не буду я помилюю покойного цитировать. Ну, когда статья, которая обезумили миллионы людей, обезумили на тот момент. Спасибо, предстоит никакой объективности, никакого кретинизма, никакое это самое противоположное мнение. Вот. одобрялся. И вот одобрялся. Одна красивая фотография, потом умножается на столько тысяч, сколько влазит на гектар. Я забыл эти цифры. У меня есть эта статья до сих пор. Подлезшая статья, подлезшая вещь. Так вот, берёшь сюда, допустим, 10 килограмм с одного единственного дерева, удачного, которое получилось, умножается на те тысячи. И дальше выдаётся результат, что гектар даст вам, ну, учитывая, что посадка вот на таком расстоянии, 40 сантиметров, поэтому даст вам столько тонн. Я уже забыл, 600 тонн, что ли. Это был или 600 сантиметров, или 600 тонн. Это лукавейшая цифра. Вот. Вы поняли, Леонид Александровна? Кто переведёт всё? Я же как, помните, человек сказал, знаком был со всеми, разговаривал с ведущими специалистами, и фамилия Феллезова не знакома. Как они переведут на подвой, если фамилия Феллезова не знакома? Они-то откуда знают? А Леонид Александровна знает. зацикливались на этом. Дальше. Вот. Вы хотите, чтобы она в Тимиревской академии вам за пару лет вот это вырастила? А? Пожалуйста, все секреты знает. Вот. А, смотрите, она звонит по телефону. Знаете, что докладывает? Ну, у неё есть лучший руководитель, профессор, доктор Дух. Я подозреваю, что она говорит, ну, всё, кандидатская диссертация готова. Вы представляете, единственный, редчайший человек, возможно, единственный в стране, который, кандидатская диссертация, не просто кучка бумаг, перед этих, и цитат. Я смотрел на многие работы, это было, и вы честно цитировали, и я смотрел на книги по априкосам в том числе. И вот там идёт книга по априкосам, ещё раз, я запомнил несколько классиков, их нет живых. Это Украина, Белоруссия, Литва, Польша, вот, и Люк России. Ну, в основном Украине тоже. Вот. И вот я смотрел, да, и человек пишет на 200 страниц книгу, и у него много соц, и я посмотрел, авторы там, последняя страница, а там сотня авторов. И честно, вот эта вот таблица оттуда, эта таблица оттуда, эта таблица оттуда, эта цитата оттуда, оттуда, и вся книга составлена из этих цитат и таблиц. Всё по-честному. И тут я беру, вспоминаем, я один раз одну такую вам рассказывал, и тут я читаю, заметьте, автор-то, советский, ой, русский, нет, ну, как сказать, российский, российский, наш современник. на кого он ссылался? Германию, Молдавию, Польшу, Румы, а, Румы, Перепалтика тоже какая-то из стран, так, Белоруссию, А как ты на север-то двинуть собрался? А вот вам на себе, пожалуйста. И это первая и единственная диссертация, за которую, что нужно давать? Ну-ка, внимание. Нет, какую кандидатскую, какая наглость, какая кандидатская, совсем уже того, как это называется, молодой зеней. Нет, докторскую сразу надо давать. И быстро, быстро, дали докторскую, а доктор, а ему уже можно дать институт, академию, университет. Поняли, все бы я клоню. Вот, пожалуйста, ну, не без моей помощи. Ну, результат. Вот. И еще, я говорю, я борюсь за это, за то, чтобы в России просветало дачное движение промышленного никогда. запомните, никогда его не будет. Вот. Все. Тем временем наушили. А отказаться от приводных, вот это киргиза, видите? Вот. Завал полнейший, вся Сибирь, Дальний Восток, Урал. Это невиданное количество, и люди не могут уставить у них обострение. А что мы можем предложить? А, вот именно. Вот этот фотографий я делал с экрана. Помните, «Журчат руки», тра-ля-ля-ля. Это фильм с Орловой, с любовью. Там такой был персонаж, который по этой самой, подрабатывал на киностудии, вспоминаем, этим, консультантом. И вот он, консультант, говорит, сейчас я вам расскажу, ну, то есть, артистка должна была играть ученую, доктора наук, профессор, что? Вот смотрите, как надо делать. Садитесь, локтем на стол, обнимайте голову, задумайтесь, придумала. Всё, вот это всё, что делает доктор. Тут стоит вот так, и всё. И доктор наук сразу это изобрел. Так вот, к сожалению, до сих пор всегда так и было.